Всем привет! Недавно я наткнулась на очень любопытное приложение. Дело в том, что оно позволяет рисовать на компьютере или на айпаде, но главная его фишка в том, что рисование в нем максимально приближено к реальности. По крайней мере, так утверждают разработчики. Сама программа называется Realistic Paint Studio, и на сайте написано, что программа не требует специального обучения, а весь интерфейс настроен так, чтобы художники, которые уже работали в традиционных техниках, им было легко перейти в диджитал. Как я поняла, это приложение можно скачать и на компьютер, на iOS, на Windows или на айпад. Я буду тестить на айпаде, потому что я недавно как раз приобрела себе вот такой вот новенький красивенький планшет, и теперь рисую только на нем. В App Store такое приложение стоит 1090 рублей. Меня зовут Марина Амар, давайте проверять, действительно ли там все так круто, как нам об этом рассказывают. Для начала, краткий обзор интерфейса. Как только мы заходим в приложение, нам предлагают пройти несколько туториалов, чтобы понять, как работают кисти и краски. Главная фишка этих туториалов в том, что они не просто поэтапные, а еще каждый раз, когда ты переключаешь на следующий этап, у тебя автоматически меняется кисть и цвет на этой кисти, то есть ты можешь даже не задумываться и просто изучать те инструменты, которые предложены в программе. Больше всего туториалов в приложении по акварели, также есть один туториал по графике и по масляной живописи. Также в приложении есть раскраски. Очень прикольно то, что когда их начинаешь раскрашивать, то приложение автоматически не дает тебе выходить за линии, и также можно выбрать степень детализации каждой раскраски, то есть закрашивать каждую мелкую завитушку или сразу большими кусками. Но мы здесь не за раскрасками, а в первую очередь за реалистичным рисованием, поэтому предлагаю вам посмотреть, как выглядит процесс рисования. Для начала нам предлагают выбрать один из трех стилей. Рисование, акварель или масляная живопись. От того, какой вы стиль выберете, не поменяется количество доступных инструментов, но при этом вы можете выбрать рисовать в блокноте, на холсте или просто на листе бумаги. Причем выбор этих блокнотов достаточно большой, плюс, что важно, можно настроить размер самостоятельно под свою работу. Меня позабавилось, что там даже есть листочек в клеточку, можно играть в крестики-нолики. Теперь непосредственно к принадлежностям. Все принадлежности хранятся в ящичках, и вам доступны ящик с графикой, с акварелью, маслом и вип-кейс. О нем позже. Также еще есть отдельный кейс с ножницами, ножом, линейкой. Это те инструменты, которые больше из сферы диджитала, потому что они позволяют деформировать ваш рисунок. Этому я, кстати, сильно удивилась, потому что я думала, что функция деформации стандартной, как в приложении в диджитале, будет недоступна. Интересно, что каждый материал сам по себе вариативен. То есть, если вы берете, допустим, карандаш простой, то будет доступно несколько видов мягкости. От H, то 2B. Если вы берете какой-нибудь маркер или кисточку, то вы сможете выбрать любой другой цвет. Каждый материал может писать или рисовать любым цветом. Это уже зависит от того, какой цвет вы выберете в окошке справа вверху. Также, если вы рисуете акварелью или маслом, вы можете смешивать краски на палитре. Скажу честно, это очень непривычное ощущение, но при этом действительно интуитивно понятно, как смешивать краски. Если вы когда-нибудь рисовали в традишке, вы, собственно, поймете, что как делать. Ну и еще кое-что, что хотелось бы отдельно упомянуть в обзоре на интерфейс, это то, что рисунки потом преобразуются в 3D-сцены. То есть, они не сохраняются на iPad, в моем случае, или на компьютер, просто как JPEG-файл. Их можно вставить в мокап, и они будут выглядеть как настоящие. Ну что ж, с интерфейсом все понятно. Теперь настало время пробовать рисовать. Я решила начать рисовать карандашом, начать с графики, потому что это самое простое, на мой взгляд. Во многих программах для цифрового рисования есть мелки или карандаши, которые, в принципе, напоминают реальные инструменты. С такими штуками я уже работала. Набросок я сделала тонким карандашом. Мне очень понравился этот материал, потому что он позволил сделать мне быстрый, точный рисунок. Обычно, когда я делаю скетч на iPad, я сильно приближаю, отдаляю. А тут было достаточно пары движений, и в целом все было намечено. В качестве референса я взяла такого колоритного носорога. Мне показалось, что он будет очень круто смотреться, именно как карандашный набросок. Скажу сразу, я привыкла рисовать на iPad в приложении Procreate. И там я постоянно использую вот эти вот быстрые действия, типа отмены, тапы двумя пальцами. И поначалу мне было очень непонятно, как быстро переключаться между инструментами, как использовать горячие клавиши, как быстро отменить последнее действие. А еще я сразу не разобралась, как поворачивать холст. Но потом я зашла в настройки, и я поняла, что настройки в Realistic Paint Studio, они даже более гибкие, чем в других программах, потому что ты в целом на любое действие можешь настроить все, что тебе хочется. На тап двумя пальцами я по привычке настроила отмену, а на тап тремя пальцами я настроила переключение между карандашом и ластиком, чтобы не делать лишних движений, не тыкать постоянно в эти коробочки. Что меня крайне удивило, когда я взяла толстый мелок графитовый и стала им рисовать. Это очень странное чувство, но я как будто услышала его звук. Я так много в какой-то момент своей жизни рисовала углем из-за того, что училась в унике, что мне прям запомнился этот звук, это ощущение пыли на пальцах. И когда я начала использовать этот материал в приложении, я действительно как будто услышала этот звук. Возможно, у меня просто лагает мозг. Такое тоже бывает. Ну и, конечно же, большой плюс рисования на iPad это то, что я просто обожаю во всех приложениях. Это то, что ты можешь рисовать любым материалом, хоть углем, хоть карандашом, акварелью, маслом. Это не будет пачкаться и не будет тратить материалы. То есть не нужно будет каждый раз докупать вот эти вот миллион тюбиков, которые еще стоят бешеных денег. Можно просто один раз купить приложение и рисовать в нем сколько влезть. Первой своей работой с носорогом я осталась очень довольна. Как акценты я добавила небольшие блики белым карандашом. Кстати, блики белым карандашом всегда очень выигрышно смотрятся на крафтовой бумаге. Эту картинку я нарисовала достаточно быстро и без труда. Вот такой вот результат у меня получился. Дальше я решила попробовать акварель. В определенный момент я очень много рисовала акварелью. Мне очень нравился этот материал. Поэтому я плюс-минус представляла себе, как он работает в реальной жизни. Но в приложении техника нанесения оказалась немного другой. То есть в рисовании на бумаге, если тебе нужно сделать такой полупрозрачный нежный цвет, то ты просто добавляешь много воды в краску. В случае приложения нужно сначала очень-очень плотно нанести цвет, а потом уже его смывать кистью. Я не могу сказать, что это какой-то плюс или минус, но это просто особенность рисования в Realistic Paint Studio. Кстати, что касается текстуры, она передана максимально реалистично. Мне очень понравилось, как одна краска плавно перетекает в другую. До этого я видела похожие приложения, которые пытались имитировать акварель. Но здесь, на мой взгляд, это получилось лучше всего. В этом приложении можно даже сделать подтеки и разводы, которые будут выглядеть как настоящие. Очень прикольно было рисовать воду вокруг кораблика, потому что я сначала нанесла цвет сухой кистью, а потом я размывала этот цвет, и получился такой эффект, как будто я наносила краску на влажную бумагу. Если вы рисовали акварелью, вы знаете, что есть несколько техник рисования. Акварель по сухому и акварель по мокрому. Вот это как будто была акварель по мокрой бумаге. При этом, конечно же, акварель в реальности не дает тебе права на ошибку. Если ты перетемнишь, то в акварели это будет очень сложно исправить. Поэтому многие художники-акварелисты заранее подготавливают набросок с разбивкой изображения по тону, чтобы точно не ошибиться. На айпаде же ты можешь делать сколько угодно ошибок, взять пластик жесткий и вообще все стереть, чего, конечно, не сделаешь в реальности. Можно создать несколько слоев, собственно, что я и сделала. Я на одном слое нарисовала кораблик, на слое под ним я нарисовала воду, и потом просто взяла и стерла эту воду под корабликом, чтобы она не просвечивала. В целом, по ощущению, я не могу сказать, что это очень похоже на настоящую акварель, и я не могу сказать, что это похоже на диджитал. Мне кажется, это что-то среднее. Это какое-то такое скрещение, смешивание двух техник, которые абсолютно разные. И, с одной стороны, ты рисуешь акварелью, и по текстуре, по виду она прям один в один акварель, но, с другой стороны, ты пользуешься слоями, ты пользуешься эластиками, ты можешь вырезать изображение, передвигать его куда-то, уменьшать, увеличивать, и все это создает вот какое-то ощущение чего-то промежуточного между CG и традишкой. Последним я решила опробовать маслом. Мне показалось, что это будет очень просто, потому что со всеми кистями, которые имитируют краски, мне казалось, справиться очень легко. Я по большей части рисовала куашью, акрилом, темперой, то есть кроющими материалами. И скажу честно, я всего лишь один или два раза в жизни рисовала маслом. Рисала маслом, между прочим, не рисовала. И, в общем-то, вот на том моменте, когда я поняла, у меня нет большого опыта работы с маслом, я осознала, что действительно нарисовать что-то будет не так просто, потому что я мало знакома с этим материалом, и я не совсем понимала, как краски смешиваются между собой, я не совсем понимала, какие брать нужны кисти для достижения того эффекта, которого я хотела бы видеть. И, конечно, на этом этапе мне не хватило туториалов в самом приложении, потому что там был только один туториал по маслу. Я бы, наверное, хотела попробовать еще что-то. Я стала рисовать гранат, и в этих зернышках граната достаточно много мелких деталей. И я пошла от крупных пятен. В момент, когда я полностью закрыла весь холст, мне показалось, что это все выглядит очень странно, и из этого ничего не выйдет. Но потом я подобрала нужную кисть, и уже допилила все вот эти вот блики, тени. И на том моменте, когда я закончила детализацию, мне действительно начала работа нравиться. И это, кстати, интересный момент. Помните, что я говорила вначале? Разработчики пишут, что тем, кто много рисовал в традишке, будет просто разобраться с инструментами. Вот, в случае масла я мало рисовала этим материалом, и мне было сложно разобраться. Даже с акварелью, которая такая неоднозначная, мне кажется, не каждый вот с первого раза поймет, как она работает, при этом мне было с ней разобраться проще. И эту картинку с гранатом я целиком нарисовала на одном слое. Если в предыдущих работах я использовала многослойность, то тут я решила просто как в традиционной живописи фигачить все вот на одно. Вот не было никогда в масляной живописи слоев. Ну не надо и начинать, правильно? Конечно, ближе к концу работы я подумала, что было бы прикольно нарисовать отдельно фон и на отдельном слое поверх гранат, чтобы можно было потом в конце добавить каких-нибудь эффектных красивых мазков на фон, и не задеть основное изображение. Но было уже поздно. И, конечно же, я обещала отдельно сделать обзор вип-кейса. Что же это за кейс такой? Это материалы, которые находятся в отдельном ящичке, и их можно докупить дополнительно, уже внутри самого приложения. На iPad этот вип-кейс стоит 499 рублей. И сейчас я расскажу, что там внутри. В общем-то, ты открываешь этот кейс. И сразу такой вот запах какого-то богатства, потому что все материалы, все кисти, все вот эти вот красивые ручки, они сделаны... Они сделаны очень-очень дорого. Как будто они там все позолоченные, посеребренные. Посеребренные? Посеребренные. Алиса, как правильно? Посеребренные. Посеребренные. В общем, инструменты там позолоченные и посеребренные. Как мне показалось, большая часть этих инструментов применима для каких-то декоративно-оформительных работ. Мне больше всего понравился сухой глиттер, который там есть. В золотом и синем цвете мне показалось, что вот этот вот глиттер, он самый реалистичный из всех. Помимо этого, есть там и другие кисти, которые имитируют покрытие, блестки, даже маленькие бриллиантики, алмазики. Может быть, это стразы Сваровские, кто знает. Скажу честно, лично мне сложно сказать, как их можно применить, потому что я сама такое не использую в своих скетчбуках. Но, возможно, если вы будете рисовать икону в диджитале, вам нужно будет делать нимф. Вряд ли это вероятно. Это маловероятно, да? Ну ладно, найдете сами, как это применять. Из более классических кистей в вип-кейсе есть кисти для каллиграфии, есть линеры, и первая кисть из набора, насколько я поняла, должна имитировать шерсть. Все эти штучки довольно прикольные, они могут разнообразить ваш рисунок, добавить в него щепоточку, чего-то необычного. Но, на мой взгляд, и со стандартными наборами там есть где разгуляться. Кстати, мне показалось очень удобным, что при выборе кисти слева есть небольшое окошко, где показывается, как эту кисть можно применить, и, в общем-то, можно самому там потыкать и попробовать ее до того, как ты возьмешь ее в руки. Еще один важный момент про кисти и про эти кейсы, то, что все кейсы можно смешивать между собой. Вы можете начать рисовать акварелью, потом доработать это маркерами, сверху немного масла, каких-нибудь блесток, все, что пожелаете. Какие я могу сделать выводы из сегодняшнего обзора? Скажу честно, приложение мне понравилось. Изначально я его скачивала, ну, чисто, чтобы поиграться, знаете, когда надоедает стандартное приложение, которое ты используешь, ты думаешь, ну, что бы такое вот необычное попробовать. Именно с такой целью я скачала Realistic Paint Studio, но оказалось, что программа действительно очень серьезная и продуманная. Мне нравится, что в приложении проработаны всякие мелкие детали, типа самостоятельной возможности настроить горячие клавиши, и при этом оно быстро работает, не лагает, что важно. Мне кажется, что навык работы с материалами из реальной жизни, он приветствуется, он никогда не помешает. Но при этом, если вы уже достаточно хорошо рисуете, и вы хотите попробовать что-то необычное, то это приложение будет чем-то средним между диджиталом и традиционным рисованием. Наверное, мне бы хотелось в нем видеть больше туториалов, чтобы закрепить свои навыки, так сказать. Но, в принципе, всему научиться можно и в процессе рисования. Что касается реалистичности самих материалов, главной фишки приложения, то тут мне даже придраться не к чему, потому что акварель смешивается супер классно. Масло действительно масло. В целом вы это все и так видели, когда я рисовала картинки. И скажу за себя, из всех приложений, имитирующих реальные инструменты, это самое классное, что я видела. Я думаю, что оно определенно стоит своих денег, стоит того, чтобы попробовать. При скачивании на компьютер проблем точно не возникнет. В случае с iPad, если вы находитесь в России, вы знаете, что сейчас сложности с оплатой, просто подключайте оплату по номеру телефона. Если у вас не проходит оплата по номеру телефона, ну, друзей попросите, у кого-то 100% получится. Я советую вам попробовать все эти фишки самостоятельно. В этом приложении можно залипнуть на много часов, уверяю вас. Ссылочку я оставлю в описании. Переходите, рисуйте и не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк этому видео. Всем пока! До новых встреч!